Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елена Кузовкина. Апрель уже прозвали «черным» для экономики нашей страны. Причина резкий обвал отечественной валюты. Так сильно рубль не обесценивался полтора года. Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, но как она отразится на экономике Алтайского края? И стоит ли ждать нового обрушения курса рубля? Спросим у известного алтайского экономиста Анатолия Ижбулдина-Кронберга. Здравствуйте! Здравствуйте! Валютные скачки – это вообще нормальное явление для экономики или нет? Совершенно нормальное. Любые рынки, они постоянно колеблются. То есть спрос, предложение, их уравновешивает цена, поэтому колебания, они всегда присутствуют. Другой вопрос – насколько они с большой или маленькой амплитудой происходят. То есть, в принципе, если взять там еще месяц-два назад, нас этот вопрос совершенно не волновал, потому что амплитуда была небольшая. Ну там 10, 20, 30 копеек – кому это было интересно. А сейчас просто амплитуда увеличилась, причем увеличилась очень серьезно, поэтому это несколько всех взволновало. Ну вот когда рубль обесценивается, мы понимаем, что в ближайшее время наверняка подорожают какие-то товары импортные. Вот на что ждать роста цен? Ну, прямой связи между колебаниями курса и ценами, я считаю, нету. Ну, точнее, она есть, но с определенным временным лагом она действует. То есть, это серьезно может сказаться на ценах, если этот процесс затянется, и если среднеизвешенный курс резко, так сказать, пойдет вверх, ну вот как это было в 2014 году, например. Сейчас такого пока не наблюдается. То есть, если взять даже вот это беспокойство последних дней, скакнув на почти там 65, он вернулся сейчас к 62. То есть, сказать, что это на долгосрочные контракты, по которым работают, торговля в частности, да, которая осуществляет закупки, пока нельзя. То есть, если эта ситуация сохранится достаточно долго, ну, в течение там месяцев, тогда это начнет влиять уже и на цены, потому что, конечно, значительная часть того, чем мы пользуемся, что мы покупаем в магазине, мы сами не производим. То есть, для того, чтобы закупить эти товары, нужна валюта. И поэтому, соответственно, это повлияет. Но пока я не вижу большой причины, что цены повысятся. То есть, в ближайший месяц, наверняка, этого еще не произойдет. Хорошо. Какие-то другие последствия вот уже на сегодняшний момент есть? Ну, кроме беспокойства, как вы сказали, у населения. Хотя, что особо беспокоится, я думаю, обычному гражданину вряд ли это вообще все интересно, в том числе и особенно гражданам Алтайского края, потому что доходы у нас не столь высокие, то есть лишних денег, которые обычно идут на покупку валюты, у населения нет. Поэтому, и более того, некоторые банки, ну, в более удачных регионах, чем наш, по этому показателю, отмечают, что некоторые даже продают валюту. То есть, они пытаются зафиксировать прибыль. Ну, тот, кто раньше купил, и по курсу, который был меньше, да, ну, то есть, вот, я говорю, месяц назад еще были цифры, там, 57, 56, 58. Вот только по этой купил, так сказать, цене. Они даже, так сказать, продают и фиксируют прибыль небольшую. Но таких счастливчиков не очень много. А в целом, как бы, ну, власти немножко, так сказать, обеспокоены, хотя сказать, что они сильно переживают по этому поводу нельзя, потому что для них, в принципе, в какой-то степени эта ситуация даже в плюс идет, потому что курс у нас, как известно, плавающий теперь, и удешевление рубля улучшает ситуацию с бюджетом. То есть, бюджет поступит больше денег, и, соответственно, правительство будет больше денег. Хотя это вопрос комплексный и сложный. То есть, о нем можно очень долго обсуждать и говорить. И все же, валютные вот эти колебания наверняка каким-то образом и положительно отразятся, ну, например, на какие-то бизнес-компании. Ну, от колебания валютного курса всегда кто-то выигрывает и кто-то проигрывает. То есть, если с точки зрения теории смотреть на этот вопрос, то выигрывают обычные экспортеры, потому что они продают за доллары, допустим, тоже нефть, газ там или прочие ресурсы, а здесь издержки их в рублях. Поэтому, соответственно, для них это выгодно. Кроме того, любая девальвация – это удешевление, так сказать, их продукции. Ну, и понятно, кто у нас, так сказать, выиграет. В основном сырьевики. Что касается импортеров, они в этой ситуации, наоборот, выигрывают, потому что у них дорожает, так сказать, их продукты, и, соответственно, спрос на него будет сокращаться. Но это с точки зрения теории, а в конкретике тут очень сложно сказать, потому что еще период, как мы вот уже выяснили, когда эти колебания начались, и их величина еще не настолько большая, чтобы вот как-то серьезно оказать влияние на происходящие в экономике процессы. Как вести себя людям, которые решили отдохнуть за границей, ну, путевку пока не купили, может, стоит переждать? Ну, здесь я могу даже на собственном пути поделиться. То есть я тоже собирался, так сказать, летний отпуск провести в краях, так сказать, отдаленных от Родины. И сейчас пока воздерживаюсь от приобретения. Ну, сейчас понятие путевки очень условное. То есть фактически, так сказать, ты покупаешь некий ваучер на проживание там и прочее. И самое главное, конечно, в путешествиях это стоимость билетов, если это особенно дальний зарубежный туризм. Ну, в принципе, я бы действительно в ближайшие недели 2-3, если есть такая возможность, если это не майские праздники, а летний отдых, там, июльский, августовский или июльский, подождал. Потому что, если судить по консенсус-прогнозу, то он, в принципе, свидетельствует о том, что ситуация вернется как бы более или менее к равновесной, хотя, конечно, уже, наверное, тех уровней, которые были месяц-два назад, то есть меньше 60 уже не будет, но и таких вот резких скачков, там, 70-80, как горячие головы некоторые сейчас говорят, пока не предвидится. Но вообще прогнозирование курса валютного – это очень дело неблагодарное, и нормально, так сказать, мыслящий экономист этим не занимается. И поэтому все, что я говорю, это, естественно, так сказать, значительной степени консенсус-прогноз, и он может очень быстро измениться. То есть в данном случае действует на курс, прежде всего, вот такие, как бы, ну, так сказать, субъективные даже в какой-то степени факторы, не фундаментальные, а краткосрочного плана. В частности, вот все, что связано с внешнеполитической, военной, там, и прочей ситуацией, да, то есть, ну, если, так сказать, не дай бог, что-то произойдет в этом плане, ясно, что это серьезно скажется и вызовет серьезные колебания, всплеск колебаний. Вот, но пока этого не произошло, и фундаментальные факторы, как то цена на нефть, излишнее наличие, излишняя ликвидность у населения, у фирмоток капитала, спрос на валюту со стороны спекулянтов, они более или менее не действуют. Сказать, что он будет вот резко еще колебаться, я бы не стал. Ну, в общем, я понимаю, что и срочно бежать в банки, и переводить свои деньги в доллары, евро сейчас тоже не стоит. А зачем, собственно, если вы зарабатываете и тратите в рублях, и основная сумма у вас, так сказать, в этой валюте находится, то зачем вообще покупать валюту? То есть, валюта, это для части населения, так сказать, средство сбережения, но это средство сбережения на далекую перспективу. То есть, если сейчас побежать и купить, то, судя по опыту даже нашего, двухлетней, так сказать, примерно давности, люди потом очень сильно разочаровываются, потому что, купив дорого валюту, они потом ждут, когда она на тот же уровень вернется, а она, зараза, не возвращается. Поэтому я бы без особой необходимости, если у вас, так сказать, нет необходимости платить по контрактам, если это фирма, заключенным ранее, или если это физические лица путешественников, которые сейчас должны случиться, или еще что-то такое, я бы, в общем, этим не занимался. То есть, сыграть на этом обычному человеку точно не получится, потому что банк очень четко все эти вещи, так сказать, просчитывает и увеличивает просто спред между покупкой и продажей валюты. И в результате человек, так сказать, на этом, ну уж точно не заработает и скорее потеряет деньги. Ну и финальный вопрос очередного обвала рубля. Стоит ли ждать в ближайшее время или, опять же, прогнозировать сложно? Ну, я немножко уже ответил на этот вопрос. То есть, ключевой фактор для рубля – это, так сказать, основной сырьевой экспорт, то есть, нефть. Хотя нам, так сказать, упорно аналитики говорят и твердят о том, что он отвязался от нефти, но, как практика показывает, все-таки эта связка еще действует. То есть, я бы еще один, так сказать, индикатор держал в уме, но он больше для профессионалов – это вложение иностранных инвесторов в наши государственные облигации. То есть, вот тут, возможно, так сказать, этот фактор может сработать и ослабить рубль в очередной раз. Потому что до трети денег это иностранные инвесторы вложили. Если они резко захотят выйти с этого рынка, к чему их подталкивают санкции, но пока они не введены, эти санкции, то тогда это может случиться, это может тоже очередной всплеск такой серьезный вызвать. Но другие факторы, которые я перечислил, они пока к этому не способствуют. Ну и, конечно, какие-то экстремальные события, типа там ракетами обменяемся мы там с Вашингтоном и так далее. Ну тут, понятно, уже ни рублю, ни доллару, как бы жизни хорошей не предвидится. Спасибо, что нашли время, пришли к нам в студию. Но я напомню, что сегодня у нас в гостях известный алтайский экономист Анатолий Жболдин-Кронберг. Анатолий Жболдин-Кронберг Анатолий Жболдин-Кронберг Анатолий Жболдин-Кронберг